Интересно, что хлор открыл человека, который в тот момент был всего лишь аптекарем. Этого человека звали Карвильгельм Шиэля. Он обладал поразительной интуицией. Известный французский химик органик говорил, что Шиэля совершает открытия каждый раз, когда прикасается к чему-то. Опыт Шиэля был очень прост. Он смешал в специальном аппарате реторсе черную магнезию и рассол муриевой кислоты. Обычное смешивание не дало никаких результатов, поэтому ученый решил нагреть колбу. Видимо, надеялся получить золото или другой полезный элемент. Тогда к горлушку реторты он присоединил пузырь без воздуха и подогрел. Из колбы повалил газ желто-зеленого цвета с очень неприятным запахом. Таким образом был получен чистый хлор. Хотя Шиэля был уверен, что по исходу он получит кислоросодержащие соединения, назвав его дефлагистированной соляной кислотой. За открытие хлора Шиэля присвоили звание члена Стокгольмской академии наук, хотя до этого он не был ученым. Но привычное нам свое название хлор получил только в 1812 году. Автор этого названия был французский химик Гей Люсак. В Первой мировой войне хлор применяли в качестве оружия. Коварный газ убил сотни тысяч солдат. После войны использование хлора в военных действиях было единогласно запрещено мировым сообществом. Но зато это вещество неплохо подслужило человечеству и до сих пор служит в мирных целях. Прежде всего, в обеззараживании воды. В земной коре хлор самый распространенный галоген. Самые большие запасы хлора содержатся в составе солей вод, морей и океанов. Хлор очень химически активен. Он непосредственно соединяется почти со всеми элементами периодической системы. Поэтому в природе он встречается только в виде соединений в составе минералов. Голита, сельвина, сельвенита, бешофита, корнолита, каинита. Хлор применяет во многих отраслях промышленности, науки и бытовых нужд. В производстве поливинилхлорида, пластиков, синтетического каучука, из которых изготавливают изоляцию для проводов, оконный профиль, упаковочные материалы, одежду, обувь, линолеум и грампластинки, лаки, аппаратуру и пенопласты, игрушки, детали, приборы, строительные материалы. Но отбеливающие свойства хлора известны с давних времен. Хлор разрушает многие органические красители, делая их бесцветными. Однако это происходит лишь в присутствии жидкой или газообразной воды, поскольку отбеливает не сам хлор, а атомарный кислород, который образуется при распаде хроноватистой кислоты. Хлор применяется и в производстве хлорорганических инстектицидов, веществ, убивающих вредных для посевов насекомых, но безопасных для растений. Один из самых важных инстектицидов – ексохлорциклогексан, часто называемый ексохлоран. Это вещество впервые синтезировано еще в 1825 году Фарадеем, но практическое применение нашло оно только через 100 лет, в 30-х годах 20-го столетия. Сегодня хлор используется для обеззараживания воды, хлорирования. В пищевой промышленности хлор зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е925. В химическом производстве хлор используется для получения соляной кислоты, хлорной извести, вертолетовой соли, хлоридов металлов, ядов, лекарств, удобрений. В металлургии для производства чистых металлов титана, олова, тантала, ниобия. Многие развитые страны стремятся ограничить использование хлора в быту, в том числе потому, что при сжигании хлоросодержащего мусора образуется значительное количество диоксинов. Хлор относится к важнейшим биогенным элементам и входит в состав всех живых организмов в виде соединений. У животных и человека ионы хлора участвуют в поддержании осматического равновесия. Ионы хлора жизненно необходимы и растениям. Он необходим для образования кислорода в процессе фотосинтеза изолированными хлоропластами. Среди микроорганизмов также известны галлофилы-каллобактерии, которые обитают в сильно соленых водах или почвах. Вот так повсюду нас окружают химические элементы и мы сами состоим из них.